спасибо вам те кто донатили на лекарства благодаря вам я я не знаю что со мной сейчас было бы если бы вы не задонатили спасибо вам большое тем кто откликнулся да если я пойду в церковь я помолюсь за вас хотим я молился и плакал молился и так молился что плакал слезы любились там меня к это бабка мелкая пихала в бог пихала пихала что она должна была там в очередь нужно было пройти там заплатить денег церкви за бумажечки которые продавали был создан храм когда молитвы вы превратили его в коммерцию я ничего не буду говорить потому что я смирен здесь водоем должен быть что найти коричневый костер так скажи вообще не рисую вообще не рисую зачем я должен совершать что я не начал сделал все иначе я лишь добра я лишь одно прошу молю как судьбу свою разреши мне рисовать мелками на асфальте простите за ужасный мой голос у меня я не родился непростой семье в обычной семье русской где не обучают искусственными теме обучают но это на это неплохо на на них держится вся вся наша жизнь так лишь одно прошу как молю как судьбу свою не испить разреши мне рисовать мелками на асфальте на тротуарах и на плитках и на на стенах города горечь яда душу жалит дай мне силы чтоб я смог рисовать как раньше еще и лучше пожалуйста дай мне фото просто пошутить крат чтоб я мог снимать не на телефон костер почти погас ближе сейчас не больно что 3 И у меня вазомоторный ринитм приходится. Современная наша великая медицина, конечно же, не лечит ничего. Потому что у нас прекраснейшая медицина для людей. Если бы мы шли к классе, мы бы сделали так, чтобы люди могли простые люди получить нормальное жилище, нормальную медицину. Чтобы медицина развивалась для людей, а не для этих. Я согласен с Жаком Фреской. Я лишь одно молю, как судьбу свою не испить мне чашу эту. Коричь яда душу жалит. Пожалуйста, разрешите мне рисовать мелками на стенах постапокалиптических домов. О, я... Пусть я... Умру... Вынесу все муки. Мы исполни твой приказ. просто хочу рисовать все это для людей для города за свои средства и я раньше делал лишь одно прошу смолюсь как судьбу свою не спить горечь я душу жаль смотрите это факт я сегодня у меня сегодня посадят может 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 мне хотя я маме дал тысячу рублей с донатов и даже больше может на пощадить не не пощадить потому что я мои по рисунке не приносит мне деньги я не умею болтать как эти с рекрана я мечтаю изобретать созидать с детства я мечтал пытался созидать что-то но позволь мне рисовать позволь рисовать мелками на тротуарах прошу чего-то нарисовал импровизированный пейзаж совершенно отвратительно ничтожно задонатьте талину задонатьте ежесармату задонать убер маргиналу но не задонатьте тому который говорит ноль ссылковый полушка четвертушка медичок удовичок наворотничок так бы говорили наши предки задонайте этим бояшину задонайте этому маэстро панасенкову задонайте кому угодно гоблин но только не мне почему потому что я это никто посмотрите такое даже ребенок не сможет нарисовать никто это не помнит ребенка посмотрите меня вы видите и пенсии волосы голубые глаза слепшие вы видите пальцы абсолютно запуск пиле идите то найти то те же сарматы верно гиналу таляна таляна ведь созидает постоянно что-то постоянно пытается изменить этот мир что-то новое постоянно думает о чем-то о чем-то таком хотя бы рисует хоть что-то такое он лучше меня рисует любой лучше мне рисует задонайте ему задонайте там не знаю кому угодно всяким балаболом тоже популисты которые просто говорят на хайповую тему сами живут пивающе я выпил кофе без вода нормальный горький кофе сейчас я приеду домой приму антидепрессанты блок сети все и нейролептик терролептик спасибо тем кто с это начал я вам очень благодарен я даже не знаю как вы можете меня уважать или вообще сочувствовать мне я же просто на мне клейма негде ставить я же просто вообще пытаться спросить я поражен кто вы кто вы такие кто вы кто вы кто вы знаете почему вы меня сочувствуете спасибо огромное спасибо огромное спасибо огромное и так смотрите любой ребенок это так любой скажет я просто чувствую сильную вот это вот гипотония это ты не можешь еле пошевелить руками ногами по утрам тяжело очень моего это сильно развита в будущем у меня будет еще сильнее гипотония я пытаюсь с ней бороться там пил свежевыжатый сок свеклы там только чайной капусты немного просрочно если бы мы пришли к власти с Жаком Фреско мы бы сделали медицину достойной к лечению чтобы люди не страдали чтобы люди дольше жили а этим капиталистам им не нужно это никогда в капиталистическом мире не будет нормальной медицины они будут так наживаться на это какой-то очень успешный успех который будет говорить вам не жалуйся начни с себя открой свой бизнес да да слушайте если ты можешь поснимать если девушка может поснимать сейчас ты из железного пожалуйста помоги снимаю хотя зачем тебе мне помогать кто я такой все ребята сейчас приду домой приму таблетки приму две таблетки локсетина зарубежного завтра и одну или две таблетки нейролептика тиралиджена очень слабый обога обогащую эту компанию которую я не не люблю на самом деле за то что они поступили как они поступили с нашим народом это просто дешевый телефон там места нету вообще он очень плохое качество знаете как назвал один московский великий великий художник младше меня возраста назвал это меня недохудожником как-то горе художником короче миллионы слов добрых я слышал в своей жизни миллионы уже и нету прямо оставить так что можете хоть еще миллионы придумать ничего нового вы уже придумать не можете но вы можете придумать много новых слов что же вам еще добавить короче мы видим что здесь живет ничтожный бездельник паразит кровать даже еще не заправил но я заправлю еще мы видим что здесь живет просто ничтожество художник Александр Альонин точнее даже не художник тихо но лишь художник Александр Альонин никто все вы прекрасные люди я искренне вам благодарен я даже не ожидал я не знаю зачем вы мне задонатили я же ничтожное существо что уже должны были донатить этим блогерам типа Талина там еще кого-нибудь которые просто пьют пилы на камеру все больше ничего не делают ну и эти как они там забыл ну такие блогеры разные которые пьют пилы на камеру и обозревают пилы там еще что-то такое все почему вы им не изгнать почему вы изгнать им не потому что вы прекрасные люди а может потому что вы такие же как я в глазах этого общества в глазах полиции или военных в глазах этого государства вы как я безумца но в глазах Жака Хреско но то не у Гауди и Хондерт Вассера это не так кстати Хондерт Вассер носил разные носки я считал по принципиально просто вообще я ходить на него эти нет но вот мой отец у него ярко проявляется гипотония но он еле просыпается и я вот долго очень прихожу в себя я выгляжу как какой-то пьяный или как какой-то не знаю на самом деле я просто чувствую общую слабость и ну вы очень почитайте про гипотонию заниженное давление разбитый просыпаешься по утрам причем я ничего не пил там ничего столько проснулся и первым делом пейзажик нарисовал ради вас я ничего от вас не прошу я понимаю что это ничтожный пейзажик хотя бы один лайк поставьте и все больше ничего не надо да и вы можете не ставить вообще лайк и зачем вам тратить просто просто смотрите простите что у меня не получается нормально рисовать я просто проснулся и стал нарисовал такой пейзаж у меня нету перед глазами ничего уважения ничего вы видите что я живу как в очень богатом жилище там супер 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 дворец у медведева да а да бля ладно ребят давайте хотя я могу еще поговорить подключить на подзарядку я когда приду постараюсь еще нарисовать более нормальные поснимать на телефон тут кажется что вы не сможете передает качество но когда выкладываешь фото там качество плохое вообще это не похоже даже на готику ни капли это же стыдно выкладывать жаль я выложу не знаю посмотрим что вы скажете что ой ё-моё как я испортил испортил да смотрите пятна от маркеров так выбирайтесь и идти ах господи пожалуйста господи помоги мне господи 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 кучка людей обогащается качество все хуже и хуже все больше как дальше будет продолжаться цены все выше и выше как будет дальше продолжаться все лекарства дорожают можете меня считать кем угодно и прочими словами но вы пойдете в аптеку когда у вас сколько лет будет 40 50 там будет лекарство таких денег бешен и качество такое токсичное очень знает ощущение чтобы это что они просто уничтожают наш народ это это то что они мое личное субъективное суждение которое никому не навязываю я просто сумасшедший я говорю всякую чушь не слушайте меня и не надо за мной приходить не надо меня забирать в отдел сбивать там и заставлять отказываться от своих слов и платить штраф просто я считаю что мы вымираем в капиталистической системе этим капиталистам не нужны вообще люди по сути не нужна дешевая рабочая сила не нужны роботы я могу рассказать если это кому-то нужно это никому не надо я там сделал сделал опрос в какое время можете присутствовать на сцене только я прошу не утешите с этой гадости но если вы взрослые люди понимаете что на западе люди нормально общаются адекватно низкая культура общения как они ответят забирая